Сегодняшняя тема «Возможно ли любовь на всю жизнь?» Сейчас я буду уточнять. Раз у нас студия философская, то как уже традиционно, нужно обратить внимание на сами понятия, смысл, который мы вкладываем. И вот первое, что я хочу сказать, что удивитесь вы или нет, а может быть и знали, а нет ответа ни на науке, ни на философии, а ответа, что любовь настолько вразумительна, чтобы можно было сказать, ну все, мы бы с этим разобрались. Есть ответ описательный и сравнительный. То есть как бы нету сущности, не знаю, из чего рождается, не знаю сами механизмы. И это как бы самая первая стадия науки. Ну не знаю, вот если взять биологию, то это, например, классификация, описание таких, ну они могут быть каким-то даже поверхностным признаком, ну хотя бы разложить по кучкам. Вот это на такой стадии представление о любви. И я вам зачитаю, да, вот такое распространенное определение, вот в философии, немножко, простите, да, будет звучать философским таким, так сказать, академически-философским деревянным языком. Ну, субъектное отношение, интимно-избирательное чувство, направленное, например, любви. Важный момент, что важнейший субъективный индикатор счастья, связка, да, счастья и любовь. И противоположность ненависти, тоже, в сравнении с другим понятием, вот как бы они идут, как, да, придет, ну, противоположное. Ну, и, по сути, вот философское определение объединяет все виды любви, в том числе, любовь к Богу, к Родине и так далее, и так далее, и так далее, да, вот. Ну, а мы, ну, так широко не будем, мы будем сужать, да. И вот другое определение, такое, более, все-таки, приближенное к тому, о чем мы сегодня, да, так хотим поговорить, это любовь, чувство, свойственное человеку. Еще одно, да, потому что именно человек. То есть, по сути, очень важная вещь сказана, что любят только люди. Неправда. То, что, если бы, то, что испытывают животные... Ну, вы позволите на собаку, вот это вот. А ты считаешь, что это любовь? Ну, а почему бы, нет? Ну, тогда мы как бы поспорим об этом на это самое. Да, кто кормит, тому и любовь. У меня сейчас чужая собака на руках, сейчас она любит меня, потому что я ее кормлю, я не знаю, что-то все. Это вот тоже вот очень интересно, да, вот к сущности любви. Тогда отложим, да? Да, но мы... Хорошо. Да. Любовь человеческая, любовь звериная, можно ли ее сравнивать, это разного рода явления или одинаково. И здесь вот в этом определении, свойственное человеку, глубокая привязанность и устремленность к другому человеку. Чувство глубокой симпатии. Но здесь придется сужать, да? Потому что, в принципе, мы любим родителей, мы любим братьев и сестер, мы любим... Детей. Детей своих, да, спасибо. И нам нужно, конечно, вот эти формы любви учитывать, мы и будем учитывать, и даже это может поможет нам разобраться в сущности, что такое это чувство. Потому что есть версии по поводу их связи. Но вообще мы будем сужать любовь мужчины и любовь женщины в парных отношениях. Немножко отсыл к теме гражданский брак, да, то есть могут быть отношения. Ну или в официальном браке, да, то есть где-то вот так вот. То есть и возможная любовь на всю жизнь, наверное, в данном случае такой непроизвольный отсыл происходит, ну и брак на всю жизнь с одним и тем же человеком. Да, правильно? Вот точно так же, я думаю, и восприняли эту тему, когда она была заявлена в такой краткой формировании, правильно? И будем на это рассматривать, и одновременно, учитывая, что это брак, мы, ну как бы, должны, по идее, отбросить однополые браки. Любовные отношения, но есть же там любовь, да, вот, между людьми одного пола, так скажем. Но все равно нам интересен такой момент, вот, учитывая статью, которую я написал, сейчас об этом уже и скажу, да, и тому, что там рассматривалось, что вот лесбийская любовь и лесбийских семейных пар гораздо больше, чем у мужчин. Самое интересное, что даже термина нет. Вот вы знаете термин, который зовут? Вот лесбийская любовь или лесбийская семейная пара, понятно, да? А я такие, вот, в принципе, и, ну не знаю, это у кого термина, да? Голубая пара или там... Гейская пара. Гейская пара. То есть термин не утвердился, поэтому такая, такие пары действительно существуют, в части стран они официально признаны, но я так думаю, что они распадаются гораздо чаще, этот вопрос вообще не стоит, да? То есть лесбийская пара может прожить, наверное, всю жизнь вместе. А вот это... Почему? Потому что, как я уже в той статье указывал, что в мужской любви больше акцента на сексуальное влечение. И вот этот тоже момент, когда-то будем обсуждать, но не думаю, мысль можно как зерно бросить, что в сексуальном влечении нет личностного аспекта. То есть, как бы, оно безличностное. Поэтому может быть направлено и на тех, кого мы не любим, но они почему-то нас возбуждают, да? То есть, в принципе, мы можем это, ну, как бы, да, учитывать, вести себя соответственно, любить одного человека и иметь с ним сексуальное отношение, но испытывать, ну, вот, сексуальное влечение к разным, да? Ну, и мужчины, так как это сексуальное влечение разной семьи, то они чаще срываются и то изменяют, то ли в обычном браке, то ли в таком браке. Тут они ничем принципиально не отличаются. И будем рассматривать мы любовь мужчины и женщины на всю жизнь. И вот, в принципе, наверное, если бы тема не возникала, какой-то такой был даже оттенок, ну, не знаю, такого, да, разочарования в самом формулировке темы, возможно ли такая любовь, да? Ну, в принципе. Это свидетельство о том, что это достаточно редкий зверь, да, вот занесет им красную книгу. Вот такая любовь, которую мы видели бы, да, в жизни и среди тех множества пар, которые живут и надеюсь любят. Вот. А еще есть один момент, и я буду сегодня на него делать акцент, это то, что... Есть такой термин, он для вас необычен, но я хотел бы его ввести для будущего и сегодня пользоваться. Эпифеномен. То есть это явление, вот слово означает явление, которого нет, по крайней мере, нет в объективном мире. Вот здесь в голове есть, а в мире нет. Понимаете, о чем я говорю? А вот сейчас как раз пример очень сюда и лепится, да, он как бы в прямом связи с этой темой. Есть вот такой эпифеномен, как вечная любовь. То есть это только конструкция в голове. Конструкция в голове интеллектуального человека, который, в принципе, по определенным причинам ее создал. Ну, тут достаточно, да, хотя бы одно слово вечное взять, да, вот, учитывая, что ничего практически вечного нет, и оно уже подчеркивает ее какой-то такой, ну, абсурдный смысл. Вечная любовь. И я бы тоже хотел, чтобы вот это мы, вот здесь собрались люди такого типа виртуального, как я называю, да, интеллектуальные. Вот интеллектуальные люди частично живут в созданном самим собой, да, при помощи культуры, выдуманном мире. Мы там, да, образы храним, представления, убеждения, и он такой большой. Не все люди, которые, ну, живут среди нас, они, в принципе, имеют большой этот виртуальный, да, или внутренний, мы говорим, красиво, там, духовный мир. Да, у некоторых он там очень скромный такой, для того, чтобы хотя бы понимать собеседника, и все, да, вот. А у нас, у людей интеллектуальных такая вот скрытая, самому себе, и вам, да, такой комплимент скрытый, у нас это достаточно большое. Это, кстати, наша общая проблема. Он у нас есть, и мы, как бы, от этого получаем свои плюсы и получаем свои минусы. У нас там много эпифеноменов. Возможно, это выдумка. Ну, то есть, да, вот. Или некое желание, которое ничем, ну, вот, кроме внутреннего стремления иметь любовь на всю жизнь, оно не подтверждается. А это не граничит, значит, в день неведия? В смысле? Возвращенная любовь? Не-не-не, это не любовь. А то человеку так вот живет в своем мире, это внутренний мир. Я так отвечу, наверное, ну, как-то чуть-чуть по-другому, что, да, у людей, у которых этот внутренний мир вышел из-под их собственного контроля, стал жить, как бы, отдельно, самостоятельно от автора, да, то есть, я понимаю, что этот мир создал, он мой инструмент, я при помощи его книжки пишу, там, да, рассказываю вам чего-то. То есть, он управляет мной, я управляю, ими понимаю, что эпифеномен, да, что вот, ну, кто-то в моей голове, а что реальность? Как только по каким-то причинам, я не знаю, никто не знает, по каким причинам, у человека этот мир выбылся, да, из-под контроля, то да, это тогда будет шизофрения. Вот такой ответ, то есть, ну, это, знаете, как подагра болезни аристократов, да, так и шизофрения, к сожалению, да, опасность для интеллектуала. Мы все шизоиды здесь, вот я это по-другому сказал, да, языком психотерапии. Красиво! Ну, да, психотерапии, ну, не хотел пугать, но у нас уже туда пошли. Ну, да, граница шаткая. Да, 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 то есть мы интеллектуалы, я студентам иногда, вот, когда читал психологию, говорил, сойти, ну, немножко сердюка над ними, сойти с ума может только тот, кто его имеет. Вам это не грозит. Ну, не всем, да, то есть, не так доставали. Ну, действительно, ну, сходят с ума шизоиды, остальные другие нарушения, и они не такие страшные. Да, то есть там, все, оставляем тебя, можем не пугать, да. На следующей встрече. Да. Сулоиды и ежедневные. Да, я сам сюда вывел, и это действительно нужно понимать, и эту грань четко между тем, что я придумал, вы придумали, и это, кстати, к любви имеет отношение, да, вот я забегаю немножко вперед скажу, но когда девушка себе придумала образ, она в него влюбилась, да, и потом... Этот образ лепит на всех музыков. Лепит, да, или... Пытается мужчину слепить под него, да, вот это вот уже как раз прямо то, о чем мы сейчас будем дальше говорить. И давайте так, да, вот вы поняли этот смысл, и, в принципе, я еще вот другой термин для себя придумал, потому что он шире, он используется как бы для всей социальной жизни. Инфовирус. Вот это вот сознание, да, вечная любовь или еще какие-то вещи, это такой вирус, который запускается в наше сознание. И он как бы заражает и толкает нас на поиски чего-то. Вот, возможно, любовь это инфовирус такой. При том, что я, в принципе, знаю, когда он родился, примерно, наверное, да, могу определить, потому что преподавал историю культуры. Это вот Средневековье, когда там рыцарская любовь, потом романтическая литература позже. И вот это вот оттуда, тоже, опять же, да, надо знать истоки, как рождалась романтическая литература. Что это рыцари, да, которые были лишены возможности общаться с сексуально женщинами своего сословия. Они служили жене своего господина Сюзерена и влюблялись в нее. И как бы, да, там, считалось, что это любовь платоническая. Ну, да, конечно, всякое было, да, но, тем не менее, вот это была такая любовь, как бы, да, ну, специфическая. И оттуда пошли вот эти вот представления о любви, которые до сих пор они ходят. И вот, возможно, моя идея, что это эпифеномен, инфовирус, созданный именно в Средневековье, потом более поздние времена, когда романтическая эпоха началась, это как бы была любовь к Средневековью, да, литература и сочи. Ну, вот заканчивая сегодняшними женскими романами, это все где-то с этим вирусом, связанно. Караваны женщин читают, мужчины не читают. Мужины не говорят, да, не могу, я пробую. Так и я не могу, но кто-то же читает. Кто-то читает, и очень нравится, это очень даже... Не будем сейчас проводить опрос, кто читает. Но читает женский контингент, я так чувствую. Они так и называются, женский контингент. Склонность к этому, в принципе, есть все-таки больше у женщин. И идем дальше. Ну, вот я тут как бы вообще сказал, что фантом, тумифовируйся. Но на самом-то деле, хочу теперь прямо в противоположную позицию принять. А примеры реальные есть. Есть люди, которые так или иначе у нас есть, или кажется нам, или это реальное подтверждение, что они прожили жизнь от создания этой пары, и до конца. И, в принципе, мы как бы... Это неизвестно в любви. В любви ли они прожили? Ну, вот это вот сейчас вопросы я тебе буду задавать тоже, да, для размышления. Может, как раз эти вопросы стоит потом пообсудить. Это вот вопрос, да, вот мы думаем, что они прожили долго и счастливо, в любви и согласии. Правда? Ведь об этом речь идет. Ну, как бы шаблонные такие выражения, но они, наверное, сюда очень хорошо подходят, да? Долго, счастливо, в любви и согласии. Правда? Окей. Ну, и при этом все равно пары этих мало, информации мало, много путаницы, и мы точно не знаем очень важные вещи. Вот какие вещи, я считаю, мы точно не знаем. Первое. Была ли это любовь совместная? Была ли это любовь или совместное, малоконфликтное проживание? Поним? Ну, то есть люди как-то сошлись, мозг друг к другу не выносили и прожили всю жизнь. Ну, и назвали это, вот мы в любви прожили. Да, то что, по сути, другу не мешали. В принципе, тоже можно так это рассматривать. Следующее. Всегда ли, то есть в каждый момент совместной жизни они друг друга любили? То есть не было ли периодически с прямо противоположного, да, там, ненависти, там, не знаю, злости, и так далее. То есть не было такой пульсации. И обо всей ли ей жизни можно сказать, что это была жизнь любви-согласии, да? То есть, ну, что, кстати, наиболее вероятно, мне кажется, что была такая ситуация, да? Ну, хорошо, следующее дальше. Была ли это любовь взаимной? Мы часто знаем, что любовь бывает односторонней, да? Одинчик любит, другой пользуется. Ну, да. Позволяет себя любить. Такая достаточно распространенная. Я, кстати, считаю, что настоящая любовь, это, опять же, это мое представление, и тут тоже я такой, этот феномен создаю, что настоящая любовь взаимная. То есть, если ты любишь, ты чувствуешь, что тебя там, ну, не принимают, то нету вот этой взаимосвязи, которая, по сути, тебя приглашает в эти отношения. Нету оттуда, по сути, вот. Ненадолго. Ну, и ненадолго, и не совсем любовь, потому что я любовь считаю взаимодействием и единством душ. А если они не слепились, да, изначально, то это что-то другое. Ну, ладно, это такая, может быть, тоже достаточно непростая, такая мысль, может быть, которая во время обсуждения. Следующее, что? Сделала ли это любовь счастливой в браке? Потому что, если там предыдущий момент посмотреть, да, если они ругались, смирились, ругались, смирились, ну, может быть, и счастливы где-то в общей сумме, да, ну, по-всякому. Еще один момент. Не путаем ли мы детско-родительскую, сестринско-братскую с любовью по лавой? И вот тут возникает интересный момент, о котором я уже чуть-чуть сказал. А может быть, и очень, по мне, так вероятно, что из вот этой любви, любви родственной, может рождаться любовь в паре. И некое такое смешение образов, оно психологами обнаружено, да, все уже знают, слышали, мы это обсуждали, что жена может находить себе супруга каким-то образом в чем-то напоминающий отца, мужчина может находить мать напоминающую. Мое маленькое для себя открытие, это то, что это может быть брата напоминающий, дедушку напоминающий, или вообще рядом живущего мужчину, который, ну, принимал активное участие в жизни этого ребенка, да, чей-то образ, ну, из широкого понимания родителей, то есть, тех, кто заботились об этом ребенке. Здравствуйте. Здравствуйте. И вот, вот, из такого, то есть, это как бы вот оттуда, и может быть, мы путаем, когда вот накладывается половая любовь, то есть, желание быть вместе, и еще плюс вот этот компонент, это феномен, который я тоже описал в нескольких статьях, это феномен родненький мой, вот эта статья называется, то есть, мы как бы считаем, что это тот наш человек, вот мы его там практически, там, как будто всю жизнь знали, как будто, да, вот он прямо, ну, чуть ли, вот, не знаю, как, реинкарнация, и так далее. Вторая половинка. Да, вторая половинка. И вот это вот, на основе этого, я думаю, очень часто создаются семьи, и в принципе, они могут жить хорошо. На основе этого любовь в жизнь зарождается. Да, но вот в чем же тут такая засада, это как я там психотерапевт, это будет хорошо, если с теми близкими, ну, с которыми вот такая связь была, да, была хорошая связь. Потому что, вот, любовь на всю жизнь действительно существует, и она рядом лежит, но не эта, о которой мы сегодня говорим. это любовь между детьми и родителями, между братьями и сестрами. Но она не всегда бывает любовь. Некоторые дети, некоторые дети, а не о своих родителях. Ага, там камера можно, если он открывает, не полица, да, хорошо? Да, кстати, у нас есть еще и места, не обязательно так плотно. Замерзли. Да, хорошо. Действительно замерзли? Согреетесь так? Да. Окей. То, как раз, если там были хорошие отношения, то это классно. Значит, а если были с таким, каким-то нагломом, да, с каким-то вот, конфликтом, с болью, то это не очень хороший момент, для, действительно, чтобы долго и счастливо. То есть, это будут, вот эти конфликты, они опять всплывут в этих семейных отношениях, потому что, та рана, травма, да, она все равно о себе, пока она не протерапевтирована, она будет напоминать, будет переноситься в супружеские. Потому что он же напоминает того человека, понимаете, да, то есть, он напоминает позитив, ну, и то, и то более, да, и очень часто так пара создается, как бы убегают, например, ну, девушка убирает от таких, каких-то очень сложных, болезненных отношений с папой, находит человека на него похожего, а с ним вначале все классно, ну, сейчас, да, через какое-то время, по ее причине, по его причине, тоже такая, отдельно разговорный ужин, выплывет подобная же ситуация, которая станет конфликтной, и теперь он уже будет напоминать не только любовь к папе, да, но и боль, связанную, и ненависть, да, если уже дошло до того, с папой. Поэтому вот детско-родительское, детско-детское, мы не путаем ли мы эти чувства, не является ли, вот, любовь по определению, которая на всю жизнь, да, то есть, вот родственная, она, как бы, причиной, что мы и там, да, проживем в паре всю жизнь, ну, в любви, ну, может быть, да. И самое последнее, что у нее возникает вопрос, вот, нету рецепта, так это сделать, да, есть редкие случаи, и, они, ну, как, ну, так вот жили, да, как? Никто не знает, да, по сути, внятного рецепта нам не дали. И, скажу так, что, по сути, я стараюсь тоже найти такой рецепт, да, не знаю, у него получится или нет, мне кажется, какие-то маленькие находочки есть, я продолжаю этот путь дальше, и в каком-то смысле, то, что я дальше буду рассказывать, это немножко об этом, да, ну, в каждой, там, будет 4 куска, а в каждом куске я буду давать какие-то, вот, такие вот, рецепты, да, часть, часть рецепта, один ингредиент, если хотите, такая, такая, это сам. И, что я предлагаю, вот, предлагаю, а это, кстати, связано с тем методом, который я разработал, системно-функциональный, там, в принципе, любое явление рассматривается, из 4 сторон, 4 аспекта реальности, я думаю, всем понятны, время, пространство, энергия и информация, да, и вот, как бы, они все, как одно целое, но, тем не менее, существуют, в каких-то своих частях, как отдельные, совершенно разные, такие, стороны нашего бытия. И вот, мы сейчас попробуем рассмотреть, да, первый, пространственный, пространственный аспект отношений, и, там, мы уже в этом, в прошлый раз, ну, по-моему, не знаю, наобсудим, или как я говорил, есть два таких момента, наличие в присутствии, пространственное, да, у меня есть муж, но он далеко, и он есть, но он сейчас далеко, ну, например, не знаю, он сейчас актуально на заработках, уехал, да, на заработки, или так далее. А может быть, то же самое, только, когда он и здесь, ну, это немножко другое, это когда психологическая дистанция между ними, да, ну, да, ну, это другое, да, эти зоны пересекаются, там их, ну, как бы, это отдельный, более усложненный вариант, я не буду, если будут курсы, когда-нибудь, в силно-функциональном дизайне, все равно по поводу, что я разложу, а пока что без усложнений. И обратите внимание, что любить на расстоянии, в разлуке, бывает легче. Да? Если ты любишь образ, а не человека, намного легче. Нет раздражителя. Как бы у нас есть, если клиентов пара, которые, вот они там, ну, в плавании, дальнобойщики, и там не означает, что они там друг от друга отдыхают, где-то на стороне, то есть, ну, они вот, разлуки, у них, думаю, из-за этого более хорошие отношения. То есть, какое-то время, они отдохнули друг от друга, потом, там, несколько месяцев вместе, потом опять он уходит, и, и вот, где-то так живут. А потом он приходит, насмотрит, кто это. Потом пенсия приходит, и, то есть, меняются все. Да, две стороны проблемы, то есть, есть в этом, но, опять же, да, еще такой для меня, силой такой любви на всю жизнь, есть известное произведение, Юнуна и Авось, да, вот, как она там ждет, его все время. Ну, ее выбора не было, извините. Ну, да, там тоже, если это немножко так, с культурологической точки зрения, то есть, ну, как бы, вот это вот, инфовирус тут, как красиво-то, да, вот она его ждет, свежезлез. Романтично-то. Романтично, прям до тошноты-то. Ага. Я люблю тебя, до сына. Да. Без ума люблю. И еще один вариант, который, в принципе, довольно часто, мы даже рекомендуем, если так вот уже складывается, что по-другому не связано, это гостевой брак, да, то есть, они сходятся, расходятся, не живут вместе, встречаются. То есть, тоже можно, даже от такого нормального брака обычно, перейти в гостевой брак. Вот это более понятно, а вот сейчас еще более непонятное, да, вот, любовь как близость и слияние. Да? Анекдот. Ты знаешь, как тебе москали кажут на наше кохание? Ни-и-и-и-зо-сть! О, бывал бы, да? Так вот, в принципе, да, мы же говорим, да, близость. И хорошее вроде бы слово, но вот смотрите... Физическое или ментальное? Умеется в виду? Пока что без этого самого. Ну, физическое, пока не физическое, ментальное, психологическое, потому что физическое, ну, как вы ее можете? Ну, не знаю, да, извините, я, что-то, КВНчики спорчили, я сейчас могу пошутить. Давайте. Да, но есть такой вагинизм, это когда женщину зажали половые мышцы, вот там, и они как сиамские близнецы теперь-то больницы. Физическое невозможно, да, то есть, ну, вы поняли. Поэтому, она как бы не может быть на постоянно, она только вот, не знаю, обняться или там, заняться сексом. Ну, я больше о другой, да, то есть, вот мы какого степени близость. Иногда, действительно, я наблюдаю за некоторыми супругами, вот есть такое срастание. Они настолько, что они превратились психологически в сиамских близнецов. Угу, повадки. Такая, как бы, ну, патологическая, да? Мы готовим кушать. Даже вот этого употребления, да, мы, 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 это такое бывает, мама-ребенок, да, вот, мы покакали, мы погибли, а бывает с мужем, да, то есть, и получается такой, сиамские близнецы, и, в принципе, это, ну, как бы, я считаю, патология. И бывает взаимное поглощение, бывает частичное поглощение одного другим, да, то есть, другого, от захавалка, ну, переносном, в символическом смысле. конечно, я бы это любовью не называл. Хотя некоторые считают, Насилие над личностью. Да, это вот, ну, ну, дело в том, что, в принципе, да, что, в принципе, очень часто бывает, что один поедает другого с разрешения того. Да, ну, условно, да, довольно, я бы сказала. это вообще называется, как вот, я считаю, есть разные виды объединения. Или жертвенная любовь, когда ты отдаешь, исчастлив, да, а тот берет исчастлив. Людей, да, то есть, как бы, одно называется поглощение, буквально, мы пищу поглощаем, и исчез, да, вот. А второе, это проворощение, когда нет другого, вот тот не исчез, но он, как бы, полностью подчинился. И вот такие, действительно, отношения бывают, они называются теми, кто подчинился, кстати, любовью. Но я не могу их принимать, как любовь, и не знаю, согласны ли вы на то, чтобы считать, что это любовь, да? Смотришь, думай, боже мой, что тут происходит, человек исчез, да, то есть, и в принципе, понятно, что он может быть счастлив, но почему-то, если счастливы они, то как бы на здоровье, да? Вопрос просто в том, что я говорю о клиентах, которые уже обращались, да? А, они несчастливы, да? Несчастливы не тот, кто поглотил, не тот, кого поглотили, да, то есть, ну да, тут скорее несчастье, а привычность поведения, да? Ну вот поглощенный муж, например, вышел из поглощения, да, или там порабощения, и она, капец, она не жить не может, она умирает просто. Он стал частью ее организма, по сути, ну психологического, и все, для нее это все смешно. Ну, такие были клиенты, достаточно. Вот, и что, в принципе, если бы такого, как бы, поглощения не произошло, то вот, что я предлагаю, да, во-первых, я предлагаю, чтобы избегать такого, это вот, если кто-то тянет, то нужно к нам, да, то есть, разобраться, и остановиться. Самая большая степень, как бы, близости, да, такого-то, такого срастания, я. По моему мнению, изображена, на, часто, на рекламе, там, или, там, пригласительных, на свадьбу, два кольца так лежат, вот они, как бы, частично, додору и перекрывают, до сирененки где-то, да, вот где-то так вот, в принципе, большая, вся большая часть личности осталась свободной, а какая-то вот срослась, вот это мое тоже субъективное, ничем не проверенное, фонаря, но мне кажется, больше нельзя, и вот так вот, где-то должно быть, и они, тем не менее, должны периодически, раз, соединяться, то есть, становиться самим собой, и на какое-то время отдаляться, вот то, возвращаемся к пункту первому, да, что любить легче на расстоянии, это даже не моя задумка, это Барт Херлин говорил, что мужьями, женами периодически надо побывать, это не можно разговариваться с какой-то частотой, но побывать где-то там и подругой, например, пойти, ему там, не знаю, в футбол пойти поиграть, в зависимости от того, где он может, там с мужчинами, пообщаться, не быть все время вместе, и найти такую оптимальную частоту, это уже советы, вот этого рецепта, где бы мы, как бы, объединялись, разъединялись, и действительно, тогда любовь обновляется, и ты уже чувствуешь, как ты скучаешь, ты уже хочешь быть с этим человеком, и гораздо ярче, потом общения, то есть, вот, из пространственного, такого, аспекта, только частичное слияние, и свой вариант объединения, разъединения, приближения и удаления, то есть, вот так вот, как бы, в таком, динамическом, да, варианте. временной аспект, тут тоже, здесь свои такие, рабли, вот, должна ли любовь быть неизменной, ну, как зимой, летом, одним цветом, да, то есть, вот она, я так влюбилась, и пролюбила так же, точно так же, вот, всю жизнь. Ну, так бы хотелось бы, не было, не было, не было, хотелось бы, вот это, ну, такое желание, которое... Да, ну, это тоже, да, вот, если, допустим, говорить о чувстве влюбленности, когда оно очень яркое, когда тебя переполняют вот эти чувства, это тоже энергетически очень затратно, и ты прям чувствуешь, как ты теряешь эту энергию, когда вот такие вот яркие чувства. А как ты, когда он в этом состоянии, он такой хорош, тогда об этом и говорю, я с тобой говорю. а почему, человек в таком состоянии летает, наоборот. Да, он летает, но на то, чтобы летать нужно топливо, энергия нужна, чтобы три больше. ребят, привет, давайте спутам, запомните вот это, да, мы же договорились, что мы, как бы, чуть-чуть только обсуждаем, как раз весь запер, что да, на вторую часть. Вы поняли, да, то есть вопрос, действительно, некоторые стремятся удержать вот этот вот идеальный момент, начало, да, и сохранить. И это, в принципе, я считаю, тоже неправильно. Да, вы уже говорили, неправильно, разочарование. Я предлагаю, это вообще, кстати, к такому философскому вопросу, восприятие времени, и о том, что до христианства было цикличное восприятие времени, и мы до сих пор его не дали, неделя, год, да, вот это все циклы. Это все циклы? Да, нет, циклы, ну, зима, весна, лето, осень, циклы, да, то есть жизнь, по сути, не состоит циклов, у меня сердце сейчас бьется, жалость, разжалость, циклы, да, вдох, выдох, циклы. Время, в древних философиях, оно всегда было цикличным, да, то есть рождение смерти, вот так. Юно-древо стало, да, цикличное. То есть у нас немножко вот деформированное, это, ну, многие говорят, я просто использую, что когда появилась идея, что придет вот конец света, появилась такая прямая линия, вот тут был, да, Иисус был, вот он ушел, и будет, вот линия, мы ждем, да, линейное представление о времени появилось, и как бы мы им сейчас пользуемся, мы же все-таки представители европейской цивилизации, да, и у нас вот эта линия, да, то есть вот от пункта А до пункта Б мы проживем. От Рождества до Армагедвана. Да, вот. Ну, 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 не будем, но тоже, да, то речь идет о том, что, наверное, более правильная концепция, это цикличная, вот именно любовь, которая обновлялась с какой-то периодичностью, и я давно уже понял, по-моему, тоже уже говорил несколько раз, что вот эта традиция ювелирных свадьб, она так, осколок, рудимент, скажем, правильный подход, то есть, только не собраться и выпить, да, может подавить друг другу что-то, а полностью, да, вот как будто они разделись, да, как будто вот они сходятся снова, потому что действительно, если это большой период, например, прошло 4 года, или там 7 лет, когда вообще психика обновляется полностью, другой человек, ты с новым человеком уже живешь, но ты еще это не осознаешь, но нужно осознавать, что вы живете с новым человеком, и что вам нужно уже вот так подвести итоги, да, вы хотите... с этим работает, да, каждый 7 лет, то есть от первого года жизни до 7 лет, потом до 4 года, от 7 до 10, и это в принципе всегда как только пошло вот какое-то нагнетание сложностей, да, вы попали в эту часть, да, то есть когда у вас кризис, да, начинает кризис, то есть это кризис, то есть у кого-то раздевает, у кого-то чаще, у кого-то, ну тут признак такой, у вас пошло почему-то, как будто, ну как вот, все хуже, 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 и все тяжелее, 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 и тогда нужно действительно остановиться, сказать друг другу, мы сейчас не понимаем, вот кто мы друг для друга, и найти друг друга, ну или разойтись в конце концов, да, то есть чтобы они мучили друг друга, ну вот, я думаю, вот так вот, да, как вот петиция Феникс, она может возрождаться, но она не живет линейно, любовь во времени, она точно не живет линейно, и это особое искусство, да, и начиная буквально там, не знаю, с конфетно-букетного периода, со всех этих милых глупостей, и все остальное, да, у меня было такое в жизни, когда отношения зашли уже практически в тупик, я говорил о предыдущих отношениях, и мы там правда побывали в одном месте, в котором там костер, гитара, классный такой очень бард, я считаю его, такого мирового уровня, и вот где-то там, под звездами, под этими всеми чувствами, эмоциями, чувства обновились, и они как бы пошли на новый цикл, то есть мы почувствовали, что мы как-то вот близки, душевно, что нас многое связывает, и все остальное, вот то, что там накопилось, оно так вот раз и посыпалось, да, то есть, можно сказать, учитывая, да, что еще это и на Ивана Купалов происходило, мы, кстати, достаточно регулярно туда ездим, сто местных это было когда-то, то там же, да, это все свадебные, говорят, немножко, да, или какой-то предварительный, кто там прыгнул, то, значит, будет потом, да, 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 и вот это вот действительно что-то подобное произошло, такая мистерия, и я, ну, как бы знаю этот феномен, поэтому я о нем говорю, и думаю, что его можно вполне успешно использовать. Окей, это был временной аспект, мы, и там же, да, вот это, что семьи переживают регулярно, да, цикличный кризис, это нужно знать, и быть готовыми к этому, то есть это еще не конец, да, энергетический аспект, возможно, самый, да, такой сложный, самый, может быть, чувственный, я вот о нем именно сейчас в основном пишу статьи, вот, у нас о любви очевидно тоже, моя гипотеза, есть корни в инстинктах, которые у нас не полностью сохранились, а частично, почему не полностью, потому что часть инстинкта передавалась через поколение, поколение, то есть, одни там волчата учены, как себя вести, да, у других взрослых волков, да, вот, мы, как бы, прирученные обезьяны, поэтому у нас нет вот этого, как волкан, если забрать сразу волчонка, и он погибнет, скорее всего, в лесу, да, то есть, он одомашненный волк, он, часть инстинктов не работает полностью, но они все равно остаются, да, у нас есть та часть, которая инстинкта, у нас 4 инстинкта, как я уже говорил, да, и 4 вот этих момента, которые я хочу сказать, потому что, вот, как раз энергии, это как раз наши инстинктивные, это половой отбор, есть, да, вот, мы выбираем, исходя из того, а какие дети родятся, да, вот, и там, женщина по-своему переживает этот половой отбор, да, по самому, это бессознательно, да, бессознательно, сексуальная привлекательность, то есть, этого человека, да, ему хочется, с этим человеком, быть в близости, как минимум, да, кому-то там, но это, мне кажется, уже более позднее наслоение, что и детей от этого человека, хочется, но вот это не буду сейчас смешивать, итак, то есть, это вот половой отбор, сексуальное влечение, и еще один момент, связанный с этим, с инстинктом репродукции, это опощающее спаривание, которое я уже вам объяснял, что это такое, да, что это вот только несколько видов на земле, они используют секс, самки используют секс, для того, чтобы мужчины, для них что-то, ну, самцы для них что-то делали, да, и вот они так, как бы, и женщины тоже, мудро, мудро, привлекают их к выполнению тех или иных нужных вещей, но это тема статьи, по сути, еще будет отдельная специальная статья, ну, да, там есть, но чуть-чуть, еще будет, да, вот, это репродукция, есть еще один инстинкт, это статный инстинкт, или стайный, мне больше нравится, это, в принципе, то, что, признак, по которому мы определяем свой чужой, да, то есть, мой человек, не мой, вот это, в принципе, он тоже срабатывает, и мы, как бы, из общей массы, свой чужой, ну, конечно, сейчас запутано, но, тем не менее, он тоже, и вот это ощущение, это мой, да, мы даже говорим, мой муж, мой это самое, никакое присвоение происходит, но это ощущение, вот он часть меня, часть стаи, мы, 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 сейчас не живем стаями, да, но потребность осталась, то, что мы собираемся, тоже, в каком-то смысле, да, желание побыть в стае, в таком интеллектуальном варианте. Еще один момент, связан с следующим, из четырех, это инстинкт самосохранения, но здесь, я считаю, связан, как бы, антитезис, ненависть, вот, когда меня пожрали, да, или полностью себе подчинили, то я, как могу рассоединиться, как часто бывает в семье, в которых, один поглощен, он, по сути, настолько ему так тяжело, кстати, это бывает, когда мама очень такая доминирующая, да, она своего ребенка почти поглотила, но подростковый период, он начинает от нее просто вырываться, да, у него рождается ненависть к маме, вроде бы она и старается очень сильно, да, и такая вся, но вот ненависть от отвержения, дистанцирование, вот это вот, это, если инстинкта самосохранения, потому что он, как раз, работает на этих принципах, да, сохранить себя, чтобы тебя не сажал другой, да, вот, и еще один инстинкт, инстинкт пищевой, это вот, тоже, вот, сколько семей по этому поводу рушилось, ну, эти отношения, они одни самых проблемных, это распределение ресурсов пищи, ну, в самом широком смысле, да, распределение пищи, это распределение ресурсов, денежек, а из-за денежек столько семей, это самое, и имущество, да, вот, вот, что мое, что твое, где, как, вот, мы, в принципе, вопросы владения, управления, что продать, что купить, какой бюджет, как, да, кто там, да, кто ложит в тумбочку, кто берет из тумбочки, условно говоря, да, или, мы видим уже много вариантов, там не то, что они какие-то такие уж очень конфликтные, но у каждого свой бюджет, да, то есть, и они что-то там совместно покупают для себя и детей, тоже, как может, вариант решения, ну, лично не специфический, а для других, возможно, нормальный, то есть, вот эти вопросы, да, это вот вопросы из распределения ресурсов, ну, и опять же, да, то есть, что делает мужчина, он несет еду, да, условно говоря, да, что делает женщина, кормит грудью ребенка, то есть, это вот все тоже, эти инстинктивные моменты, и, как бы, все это связано, то есть, по сути, там, мне на статью одна женщина отреагировала, не, не секс меняет на любовь, деньги меняют на секс, не секс и забота, это деньги меняют на секс и все, да, по сути, вот такой, ну, опять же, вот это, ну, опять же, это же не забота, да, да, это деньги, это форма, форма заботы, синоним, да, а не тот сразу вспомнился, я скажу, да, позвольте отдать супружеский долг, гиганты, это, кстати, тоже, вот, супружеский долг, чаще всего понимается, вызывает сейчас смех такой приятный, что вы смеетесь, это, как бы, сексуальный супружеский долг, да, а то, это, это же тоже частью супружеского долга, да, обеспечивать семью, и, я вообще хочу такую вам метафору дать, что, вот, в принципе, имущество, это же тоже наше тело, то есть, инстинкты работают для тела, да, и вот, для обеспечения физиологии, а имущество, это тоже часть нас, это наше тело, мы вряд ли смогли бы сейчас выжить, без дома этого, без этого самого, то есть, эта часть, она такая, вещественная часть тела, и, поэтому, и в экономика, там очень много инстинктов работает, то есть, вот, обживает сильнейший, и так далее, те же инстинкты, там, включены, и, мы тоже, как бы, когда по этим вопросам говорим, мы собачимся очень сильно, то есть, мы очень легко слетаем, на такой, звериный уровень, и, ну, такие, прям, вспышки, эмоции могут быть, то есть, я вообще, имущественные вопросы, сексуальные вопросы, ставлю это рядом, потому что, там может быть, такой сильный дисбаланс, какие-то взрывы, да, противостояние, так и там, третья часть, это, может быть, воспитание детей, но вот эти, они очень яркие, конфликтные, и, еще, совместная деятельность, по сути, что я предлагаю, то есть, из рецепта для этой сферы, понимание сущностей, инстинктов, и правильное использование этого знания, да, то есть, понимать, где мы вот, на инстинктивном уровне контактируем, а где, как-то, да, что-то другое, и инстинкт, тотальный инстинкт, тут так работает, узнать его, да, как обмениваться, да, заботу на секс, только правильно, и все будет хорошо, и не ожидать, что мужчина любит точно так же, как любит женщина, он потом не так любит, но с сексуального увлечения начинается, да, потом переходит к желанию заботиться, а у женщины с заботой, да, потом переходит к сексуальному увлечению, они как бы соединяются, видите, Конгрументно. Можно сотрудничать, но надо правильно знать, у кого с чего начинается. Если вы захотите, чтобы у мужчины началось с любви, то не совсем просто соответствует природе. Окей? Ну подождите, но у женщин-то тоже иногда это с сексуального вовлечения начинается. Почему уже у мужчины тогда не может начаться с чувств, да? С чувством позаботиться, покормить. Что сразу покормить грудью? Я отвечу сейчас. Просто покормить грудью. Вы сказали, иногда, да? Ну это и говорится, что это иногда. То есть я говорю о тенденциях. И если мы, как в прошлый спор говорилось, а вот я знаю таких мужчин, а вот я знаю таких женщин. Да, ну что? Да, всегда будут исключения. И факт еще понятно, какого они пола. Реально, потому что многоаспектное значение. Эта женщина, она гормонально, она мужчина. То есть мы имеем морфологически, интересно, она имеет женский орган. То есть это все очень такое. И может эти исключения лишь подтверждают правила. Ну может быть. Надо дальше смотреть. И в принципе, опять же, много психотипов, мужских и женских, есть такой психотип, так называемый системный вектор, но психоанализа, уритральный. Эта женщина хочет всегда. Но у нее всегда начинается с секса. Ну и что? Их 1-5% из популяции. Но будем на них как бы строить обобщение. Я предлагаю науку. На том, что является тенденцией. То, что больше 51%, но меньше 100%. Поняли? Да. Окей. И последний аспект, это аспект именно информационный. Вот мне кажется, вот тут собака и порылась, потому что любовь, мне кажется, именно создание определенного типа людей, опять же, присутствующих здесь, с этими наборами векторов, это звуковой и зрительный. Они бывают в сочетании звукозрительный и зрительно-звуковой, у кого чуть больше компонентов. То идеальную любовь, идеальную любовь, идеологию любви создали звукозрительный. А вот обожание, любовь, как такое обожествление своего объекта любви. Некоторые такие говорят, он для меня как бог стал. Я прямо молиться была на него готова. Он для меня все, прямо все. Это вот именно зрительно-звуковая подход. Они очень похожи, мы будем рассматривать их вместе. Я хочу сказать, что для этого психотипа присутствующего, это внутренняя потребность. Обожать, идеализировать, это внутренняя потребность. Да, и от этого, реализации этой внутренней потребности, мы, я всегда же тоже такой жесткий являюсь, мы получаем свою особую форму удовольствия, свой драйв, или, если сказать так более, то самое, свой орган. Вот такой, зрительно-звуковой звук зрительный. Вот мы от этого тащимся, нам это дает особое дополнительное желание жить, но это только у нас, понимаете? И, опять же, имеется обратная сторона медали. А у других как? А у других, мне кажется, тех, у кого нет этого всего, они пользуются... Этот инфомирус нами туда заброшен, нами создан, нами туда заброшен. И они просто, по сути, не понимают, что это такое. Они пользуются им, знаете, как обезьянной гранатой. Может кольцо сорвать и взорваться сама. В принципе, больше для конфликта. Ты меня не любишь, да? Ты мне машину не купила, или что-то еще такое. Это немножко не о том. Это не о той любви. Любовь к красивым вещам. Об этом? Да. Думаем. Думаем. Делается ли любовь таким образом межличностная? Ну, красивый человек, да. Да. Делается, допустим... Я же сказал, к вещам! Ну... А что? Я уже не могу. Она уже упрость начала создавать. Почему нет? Ну, как бы тоже, да, какая разница. Для меня красота, она... Красота! И без разницы, это живой человек и предмет. То есть я красиво воспринимаю и получаю одинаковые чувства удовольствия, для созерцания красивого человека или красивого... Ой! Это не гибли, это такое эмоциональное, да, художественное преувеличение. Но я не думаю, что идеально созданная секс-кукла станет для вам... Конечно, конечно, нет! Ну... А если он будет мало? А если он говорит? Это большой плюс! Не то, что я хочу! Да! Я заменю батарейки и всё! Я понял, да. Мне это так же неинтересно. Интересно. И может ли вот данные... Вот то, что мы создали с вами, да, может ли это, в принципе, послужить нам на пользу, да? О вреде я уже много говорил. Я думаю, что может. В мирных целях мы можем это использовать. И мне кажется, что мы можем смотреть где-то в сторону Камасунтры, учения Тантры. И у нас с этим, возможно, был отечественный вариант. Потому что у нас были Бог, Лада и Лад, да? Ну, это семейный порядок, украинскому возразумело, да? Что это порядок, да, гармония, Лад. И, ну, как-то просто мало них сведений осталось. А кто-то считает, что только Лада была и всё. А Лада этого не было. И Лель и Леля, да? Сейчас тоже кто-то там упал в сексуальном увлечении, но они тоже похожи, близки к этой идее. Ну, и хочу сказать, что это очень сложная задача, которую тоже я хочу найти на свои рецепты, как это всё сделать. Ну, и там очень много подводных камней. И тоже, я думаю, вам будет любопытно узнать об этих камнях. Во-первых, проблема совместимости образа и прототипа. Да, мы создали образ. Вот. И вот я его слепила из того, что было. Что было, то и полюбила. Ну, немножко попахивает, да? Хочется исправить, да? А многие уже поняли, что исправить другого человека – это просто ложный путь. И просто путь к разводу или конфликту. То есть, пытаешься другого человека переделать. У него есть суверенное право быть самим собой. Он говорит, ну так люби меня, ну как бы я вот такой, да? И что ты ему скажешь? По сути, правильно. Ну и, в общем, проблема. Проблема взаимного обожествления. То есть, если любовь, как бы, по идее, мы же хотим взаимное, мы говорили, да? Что это взаимное. По идее, тут, как бы, заказанное рассуждение. Вот, я тебя обожествляю, ты меня обожествляешь, да? А как это, вот, как бы, в конкретной ситуации? Ну да, на тренингах по тантре. Ты Шива, ты… Кайя. Не-не, там. Ее энергия Шакти, да? Да, вот Шива, Шакти, мужчина, женщина. Вот они общаются, как бы, вот это самое. А в других вопросах, да? А в вопросах химбущества? Ну и так далее. То есть, вот, как бы, эти моменты тоже сохранить? И, как, вот, следующая проблема. Ну так, да? Я Бог, и ты Бог. Ну блин, и шо? Ну нет, да? То есть… Будем быть до Супрана. Подсчитайся. Да. А как решить вот этот вопрос, который уже много раз сорвал на обсуждение? А власть в чьих руках? Кто из нас божественнее? Ахахаха. 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 Есть еще следующая из этого удивляющая проблема поведения того, кто обожествлен и того, кто обожествил. Как они ведут себя, соответственно, да? То есть в этой паре, да? Вот того, кто обожествил, кто обожествил. И, опять же, вот вопрос власти, да? Самое приятное кажется, что если тебя обожествляют. Великий Гуру, да? Там ты мой Бог, ты мое… Это самое… Я был в таких отношениях однажды недолго. Блин, очень неприятно. Это большая как будто ответственность на… Ты как бы должен ее взять. В общем, это тоже похоже на его слепило из того, что было, да? Но только слепило из какого-то действительно… Божественного материала. Божественного материала. И лучше нашла это сам. И шаг в сторону расстрел. Ахахаха. То есть у того, кого обожествляют, минимум свободы. Да, да. И, в общем, ты просто, ну как? Я же тебя люблю. Ты должен быть таким вот. Ты должен дотянуться. Ты должен соответствовать. Да, да. И это очень даже не это самое. Ну, в общем, вот такое. И, конечно, вот быть обожествленным… Мы еще на концерте были, мелодия такая известная. А какое блаженство? Какое блаженство? Знаешь, что ты совершенствовал? Знаешь, что ты идеал из Мэри Поппинс, да? Ну, кратковременное. Потому что потом ты почувствуешь, что ты не соответствуешь. И на каждом шагу у тебя будет, наоборот, заниженная самооценка. Потому что мы не соответствуем, что… Если это делать, например, в момент сексуального контакта, то, может быть… В момент сексуального согласия – это там… А в момент… Мы же говорим о всей жизни, да? То есть… И власть обожествляющего, да? То есть… Нет, власть обожествленного. То есть, как бы, вот… Если вот тот полностью подчинился, да? То вот он обожествляет, и он практически никто. Ну, как бы, более понятно, да? То есть, тут всем… Что он, как бы, все, да? Вот с ним, что хочешь, делай какую-то… Растворился. Как говорят, половая тряпка, да? То есть, он просто… Просто это самое. В полном подчинении. И… Он служит. Некоторые женщины, кстати, вот это их… Беда. Попадают в такой формат. И, блин, потом… Я же ему служила, да? Нет, сама женщина попадает, а потом, до какого хрена, и начинается конфликт. Да. Ну, есть же такие, которые хотят, чтобы им служили, правильно? Кто? Женщины? Мужчины. Ну, и женщины, кстати, хотят. Они? Ну, да. Ну, да, да. Конечно. Мы думаем, что женщина такой… Женка надоела, ушла в другой, а та осталась и все. А та такая, сковуль, сковуль, забыл. Вот тут… Она с тобой служит. И мы наблюдали такой вариант. Да. Несколько встреч назад. Несколько жен. Один обожественный муж. До тех пор, пока одна из жен, да, не захочет все поменять. Потом жены дерутся. Обожественные должны их разборонять. Да. А он счастлив. Какой я важный. Столько женщин для меня дерутся. Ой, ну, песня все равно же есть, да, если б я был султан, да? Теще тоже три, и все остальные проблемы тоже… Да. Поэтому… Поэтому они, кстати, придумали себе замену в качестве этих, которые… Евнухи, да, которые следили за гаремом, да, вот они там расхлебывали. Ну, просто приводили. И все. Сладкое было, а горького не было. Ну, и хочу сказать, что, в принципе, понимание вот этого природы нашей, да, вот, природы этого инфовируса, может, конечно, нас вовремя остановить от каких-то негативных сторон этого. Хочется нам такое думать? Ну, думайте. Ну, давайте, да, вот, не принимать вымышленное за реальность, да, не считать, что мы должны там, да, его подогнать, не, как бы, подчиняться своему же образу, думая, что мы подчиняемся этому человеку, да, то есть, понимать, что происходит с нами. И вот это, как раз, как бы, в информационном аспекте, самое такое правильное, он же, как раз, связан с познанием, это понимать процесс любви, как познание другого, познание себя, и познание себя через другого, при том, как бы, и он это делает. И тогда, кстати, тогда можно реализовать и то, что, да, я говорил, и первое, да, и второе, и третье, и вот это все вместе, они, как бы, как комплексно выступают. Вот такой, как бы, итог. Я напомню вам, на память о себе возьму листочки, что я рекомендовал. Только частичное слияние, да, и вариант такого периодического удаления сближения, это в пространственном, во временном понимании, что это цикл, и нужно, да, каждый раз обновлять свои отношения. Это в энергетическом, да, понимании, правильном понимании инстинктов, и, как бы, исходя из этого, не строить какие-то иллюзии, да, что вот так вот должно быть, как я надумала, как любовь, так и все. А вот, ну, мужские инстинкты, женские инстинкты, так они реализуются, это, по сути. Да, многие, кто, кстати, слушает вот это, поощряющее испаривание, это проституция. А я говорю, нет, это мужские инстинкты, многие хотят именно так рассматривать, да, что женщины, ну, на самом деле, так задумано, и так должно быть, а иначе как будет, да, вот самец беспокоится, а тогда продолжения рода не будет, детей не будет, ну, то есть нас не было бы, да, если бы не было какого-то механизма, который заставлял бы самца заботиться о своих же, да, или вообще просто о детях. Следующий информационный аспект, это, да, действительно, понимать любовь, не как что-то такое, что пришло, нагрянуло, и теперь будет нам все счастье, а сложный, иногда неприятный, потому что процесс самопознания, еще та вещь, да, но когда ты познаешь себя, ты что-то в себе меняешь уже параллельно, раскрываешь в себе, что-то уходит, что-то совершенствуется. И вот процесс любви, как процесс познания другого, познания себя и познания себя человека, и, наверное, тогда можно, подведу, так думаю, итог полностью, я думаю, что, в принципе, сложно, крайне сложно, но можно прожить в любви, да, долго и счастливо, в мире и согласии, да, в любви и согласии, да, в любви и согласии, ну, всю жизнь. Имеется в виду с момента, как вы встретились, да, потому что все равно до этого вы жили как-то иначе, вот такое завершение. Хорошо. Романтический такой, какой-то, да, приятный. Ну, хэппи-энд же должен быть. Вот, на этом мы заканчиваем нашу первую часть.